Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, 15 июня, Православная Церковь чтит память великомученика Иоанна Нового Сачавского. Святой великомученик Иоанн Новый Сачавский жил в XIV веке в городе Трапезунди. Занимался торговлей, был благочестив, тверд в православии и милостив к бедным. Однажды по торговым делам ему пришлось плыть на корабле. Капитан корабля был неправославным. Вступив в спор о вере со святым Иоанном, он был посрамлен и затаил злобу на святого. Во время остановки корабля в Белграде капитан явился к градоначальнику, огнепоклоннику по вере, и сообщил, что на его корабле есть ученый муж, желающий стать огнепоклонником. Градоначальник с почетом пригласил святого Иоанна присоединиться к огнепоклонникам, похулив веру во Христа. Святой тайно молился, призывая на помощь того, кто сказал, «Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой». И Господь дал ему мужество и разумение отвергнуть все притязания нечестивцев и твердо исповедать себя христианином. После этого святой был так жестоко избит палками, что все тело его было растерзано, и плоть под ударами разлетелась кусками. Святой мученик молился, благодаря Бога, удостоившего его пролить за него кровь и омыть свои грехи. Затем святого заковали в цепи и отволокли в темницу. Утром городоначальник велел вновь привезти святого. Мученик предстал пред ним со светлым и веселым лицом. От повторного предложения отречься от Христа, неустрашимый мученик отказался с прежней твердостью, обличив правителя, как орудие сатаны. Тогда его снова избили палками, так что все внутренности его обнажились. Присутствовавший народ не вынес этого страшного зрелища и стал возмущенно кричать, обличая правителя, столь бесчеловечно истязающего беззащитного человека. Правитель прекратил избиение, велел привязать великомученика за ноги к хвосту дикого коня и влачить по улицам города. Жители еврейских кварталов особенно издевались над мучеником, бросали в него камнями. Наконец кто-то схватил меч, настиг влачимого святого и отрубил ему голову. Тело великомученика с отрубленной головой лежало до вечера. Никто из христиан не осмеливался взять его. Ночью над ним был виден светящийся столб и множество горящих лампад. Три светоносных мужа совершали над телом святого пения псалмов и кождение. Один из евреев, думая, что это христиане, пришли взять останки мученика, схватил лук и хотел пустить в них стрелу, но связанный невидимой силой Божией стал недвижим. С наступлением утра видение исчезло, а стрелок продолжал стоять неподвижно. Рассказав собравшимся жителям города о ночном видении и постигшем его наказание Божиим, он освободился от невидимых уз. Плюс, узнав о случившемся, городоначальник разрешил похоронить останки великомученика. Тело было погребено при местной церкви. Это произошло между 1330 году или 1340 году. Тот капитан, который Иоанна отдал на мучение, раскаялся, и ему явился великомученик во сне. Через 70 лет мощи были перенесены в столицу Молдово-Олхийского княжества Сачаву и положены в соборной церкви. На этом, дорогие братья и сестры, прощаюсь с вами, будьте здоровы и Богом хранимы. Субтитры создавал DimaTorzok